Своевременное исполнение правозащитных функций, быстрое оказание административных услуг и упрощение ряда процедур. Именно такие задачи ставит новый уголовно-процессуальный кодекс перед милицией, говорит начальник УМВД Севастополя Сергей Пугатов. Рассказывает, ведётся большая профилактическая работа, увеличили число патрульных нарядов. Также привлекаются охранные службы, с которыми организовывают совместное патрулирование. Они выделяют транспорт, выделяют своих людей, а мы в их наряды сажаем своего работника милиции. И поэтому мы увеличиваем так зону оперативного реагирования, которой могут работать наряды милиции. Мы увеличиваем так людей на улице в нашей милицейской форме. Несмотря на увеличение патрульных отрядов, отмечается рост преступности, заявляет Сергей Пугатов. Основной причиной в милиции считают несвоевременное обращение граждан в правоохранительные органы. Стражи порядка говорят, гораздо легче вычислить преступника по горячим следам. Особенно участились случаи мошенничества. Самым известным за последнее время стало телефонное вымогательство денег. Большинство людей, которые дают деньги, это люди пожилого возраста. Отдают последнее своё накопление, которое они собирали всю жизнь, а на них отдают преступникам. Теперь о личности задержанного сразу докладывают в единый реестр досудебного расследования. Откуда дежурный обязан сообщить в Центр вторичной юридической помощи. В течение двух часов к подозреваемому прибывает специалист, который может защищать его интересы в суде. Конечно, задержанный может отказаться и воспользоваться услугами своего адвоката. Также сокращается процесс досудебного расследования не более шести месяцев, а по обвинению в особо тяжких преступлениях до года. Работает функция и внесение залога. Даже за совершение тяжкого преступления, будем так говорить, 121-я часть, 2-я была связана со смертью человека, то есть причинением тяжких телесных повреждений. Было избрано мера пресечения содержания под стражей. И дополнительно, что в случае внесения залога он будет освобождён. Человек гнёт залог, сейчас находится под залогом. Вводится домашний арест. На подозреваемого крепится специальный электронный прибор, который помогает контролировать арестованного. Однако сегодня такие установки в город ещё не поступили. Так что контроль осуществляется иным способом. Сотрудник милиции приходит периодически к человеку и проверяет, находится он дома в любое время. Он имеет право зайти туда и убедиться, что он находится именно под тем местом, где определился. Упрощён ряд процедур по оформлению транспортных средств. Теперь автомобиль может быть зарегистрирован в любом регионе страны. Также организована работа «Единого окна» в Центре административных услуг, куда жители могут обратиться по различным вопросам, адресованным милицией. Рената Малышева, Денис Корвель, программа «Наше время».